Ну что, будем начинать. Сделать сюда не может. Может и закончим чуть раньше. Предварительно вопросы есть? Ну, я ГОСТ не нашел. Свечки, свечки. Свечку взял. Это растопить можно будет? Нет. Нужен воск. Нет воск. А воск если в двух-трех воск? Ничего страшного. Главное, чтобы был именно воск. Восковая свечка, которую я купил у посвящника. Это уже свечка. Это не воск. Это свечка. Это Герой Днепр, там есть магазин. Я завтра принесу. Это не беда, это не страшно. На жизни бренки. Буду объяснять, почему именно воск, почему не свеча. Хотя многие топят свечи. Но это неправильно. Энергетика людей уже вмешана. Нет, свеча это уже созданный продукт. Свеча она уже наделена определенными свойствами. Свойствами свечи. А воск это воск. Остается воск. Вот. Ну это вот такие вот нюансы, из которых, в принципе, вся народная магия и складывается. Из вот таких вот мелочей. Потому что, в принципе, на данный момент народная магия, она, скажем так, С одной стороны, она растиражирована, чисто внешне. Сейчас у нас очень много всяких бабок-ведуней в 150-м поколении, которые делают непонятно что. Вот. Непонятно чем занимаются. И, в то же время, она остается сокрытой. В общем-то, даже более сокрытой, чем какая-то восточная философия, либо, не знаю, гавайская хаопопоны и прочее. То есть, получается так, что наше родное, Наша родная, называемая магия, наш инструмент, который на этих землях долгое время был, совершенствовался, его как бы не скрывают, он весь есть, если поискать. Но, в то же время, мало кто этим занимается. Последнее поколение настоящих бабок, которых действительно там учили, оно ушло еще лет 10-15 лет. Может, даже еще лет. То есть, людей, которых действительно чему-то учили, учили с детства, их осталось очень много. Ну, я надеюсь, что понемногу будем восполнять. А можно научить чужих, а не те, которые по роду передают? Буду объяснять, в чем разница. Можно научить чужих, но до определенной степени. Потому что, ну, тогда немножко вот такой вещи. Есть ведьмачество, а есть ведовство. Но есть мозг. Все это знания, но применение их в разных целях, в каких-то знаниях? видовство наверно ведать видовство то что породу что отдаются здесь в мужском плане будет знахарство а здесь в мужском роде будет колдовство ведьмак это колдун нет ведьмак это мужчина который перенял силы от женщин но еще игрок в скором времени сделал в чем разница и здесь и здесь есть сила и здесь и здесь есть но ведовство и знахарство это такой момент где в первую очередь ставится знание знание ставится на знание передаются традиционным путем вербально обучаются это когда бабушка берет внучку с детства с собой в лес и показывает где какая травка и от чего она лечит какое время года какое время месяца какое время дня эта травка будет наибольший результат в плане того что мы будем делать сливание воска здесь тоже идет очень канонизированная техника в обязательном порядке то есть все правила ритуалы должны быть соблюдены ритуал должен быть соблюден от начала и до конца только вот по тем канонам которые передаваются здесь в основном собираются знания через знания человек получает силу с помощью которой он потом взаимодействует здесь идет через знания в народе это считалось именно эти люди считались представителями так называемых светлых сил они чаще всего принимали людей они чаще всего помогали туда же относилась обычная мануальная терапия только наша национальная мануальная терапия она отличается во многом от восточных своей блаконичностью скажем так если кто-то знаком с восточными техниками мануальной терапии там процесс более долгий ну можно конечно сразу же человека поставить там процесс более растянутый то есть человека постепенно приводить в порядок у нас всегда была патологическая мания экономить время потому что когда у человека болит ему нужно быстренько вставить позвонок этот на место вытянуть мышцы а потом уже разбираться из-за чего у него болит когда у него болит то есть раз сделал все он пошел уже он уже готов к бою он уже готов к труду и обороне травничество сюда относится сюда относится работа с заговором видимо числа и колдовство отличаются тем что здесь здесь мы имеем немножко другой процесс здесь есть сила и передается в первую очередь на силу передается в первую очередь именно сила то есть здесь передается из поколения поколения через одно поколение сюда это учитывать то есть если где-то где-нибудь в телевизоре вам рассказывают про родовую ведьму которая которая и мама родовая ведьма и бабушка и прабабушка и все ее сестры и вообще все подряд это скорее всего брехня потому что сила передается только через одно поколение во первых во вторых она передается только одному человеку в роду носителя будет только один человек обычно передается что передается так называемый родовой подселенец то есть это определенная сила с которой работают в этом роду часто такая сила передавалась то есть человека готовили понемногу объясняли но иногда могли быть вообще всю жизнь друг с другом то что называется всю жизнь друг с другом в ссоре но перед смертью передающий все таки призывает кто должен получить обычно нужен физический контакт непосредственный перед уходом перед кончиной но я встречал такое что и без физического контакта у меня была клиентка рассказывала историю своей матери которой должны были передать и ее готовили с детства бабка которая должна была передать была их соседкой какая-то дальняя-дальняя родственница чуть ли не там четырехюродная бабка кума ну в общем какое-то отношение по крови все таки имела и вот женщина которые должны были передавать она узнала о том что передающая уже как бы при смерти но ехать в село отказалась не захотела в ночь когда бабка умирала по ее рассказу она проснулась от жуткой жанды проснулась и увидела на столе стакан воды она подошла и несмотря на жажду всю эту воду вылила в рак то есть таким образом отказавшись от принятия ну а на следующее утро знала что человек который передала здесь к знаниям приходят наоборот через силу то есть человек сначала получает силу а потом начинает разбираться что же ему дали как с этим теперь жить как с этим теперь работать силы начинать его понемногу испытывать играть с ним тренировать тренировать вот и вот потом только через какое-то время получается знать о том как же с этим работать ну и так получается что данная категория она немножко сильнее здесь не обязательно не так обязательные каноны потому что идет работа через определенные силы это категория в плане силы немножко слабее категория ведулов но они сильны своими знаниями потому что их потому что их этому учат с детства то есть тот что это понятия не имеет что он делает этот должен знать наверное но зато у этого он может сделать от балды и у него получится здесь нужно только вот четкие каноны то что ему передали все вот кроме этого была ну существует и система и наработки этой самой силы и система развития определенных способностей потому что без способностей без силы все эти знания работать не будут так же как и без знаний все эти силы совершенно бессмысленно абсолютно в общем то если проанализировать проанализировать можно сказать что то что мы имеем в плане видовствал то есть вот это вот нашей народной культуры она очень схожа с шаманизмом скорее всего ее истоки где-то из шаманизма раннего который был на этих территориях потому что шаманизм сам по себе это так сказать самая древняя религия в мире то есть шаманы были в Европе шаманы есть на севере везде практически вот то есть есть что-то схоже поэтому была так называемая система подготовки то есть человек который работает с народной магией он должен в то же время обладать определенным даром ясновидения либо способностью ясновидения либо какими-то инструментами видения для того чтобы просмотреть что он вообще делает он должен обладать определенными знаниями биоэнергетики для того чтобы у него все это получалось и чтобы у него эта вся сила не уходила как подарок ну и так далее то есть это такой обширный пласт который на данный момент все свели к двум шепоткам не знаю плевку через плечо и так далее хотя все эти вещи тоже интересные тоже возникли не на пустом месте то есть любой ритуал это знание закономерности и наблюдение за закономерностями в течение многих поколений то есть именно наблюдая за закономерностями люди смогли смогли сотворить определенные ритуалы ну и как у нас сейчас любят цитировать Бора по-моему да насчет того что взмах крыла бабочки где-то в Гималайя способен вызвать цунами где-нибудь на Тайване еще где-нибудь вот на этих принципах в принципе и работает все это дело все это ведовство все это то есть понимание что нужно сделать для того чтобы получить нужный результат ну и мы с вами будем в принципе этим заниматься в том числе и этим но для того чтобы начинать заниматься а еще вы не сказали Петр вот это ведовство это белые относятся а ведьмачества это какие всякие могут быть или только чудные или только или всякие это уже как раз то что называется в народе темные миссии темные миссии я знаю что есть определенные мужчины в халатах ну не те которые завела перед лавом а те которые еще в очели там в женском ходе которые когда-то придумали что ведьма это ведающие мы возможно это было как-то изначально так но если мы возьмем нашу культуру наши сказки и так далее и посмотрим что как ведьма выступает там ведьма всегда неоднозначный персонаж чаще всего негатив но она тоже может помогать она тоже может помогать она также может принимать людей она также может лечить вот то есть в принципе это ее выбор и тут такой момент что она может делать пакости а ей за это ничего не будет ну вот ничего не говорят что по роду если передается именно то она даже обязана делать пакости если не будет то будет хуже ей смотря что она взяла а если она сделает выбор и не будет делать хуже ну она не имеет права просто есть которые почерники они обязаны ну понимаете тут такой момент что это все ближе к истокам и оно так скажем там архаичное восприятие то есть первобытное поэтому там восприятие добра и зла оно немного отличается от нашего современного то есть попросить нашего современного мальчика вот тут вот с контрактовой площади заколоть свинью даже он голодный вот эти вот которые ходят и помрет с голодом с длинными бородами вот эти все разукрашенные попросите его заколоть свинью вот он будет голодным он этого в жизни не сможет не поражано ему вしょう а человеку Hawthorne определяли ammers а человек это другое не нормально что ни но во времен огни насколько когда они ощущаются то это было нормально, да? А убит человек это в принципе... У нас не сжигали, да? У нас... У нас топили. И у нас это не было так массово, потому что именно вот на территории Украины, части Беларуси... Мужчин больше ведьмов было. Нет, не то, что мужчин больше было. Чем женщин. Не было такой сильной власти церковной. Типа инквизиции что-нибудь. Да, вот этой вот инквизиции ее не было, потому что не было такой вот сильной церковной власти. Я ходила на историческую лекцию по поводу ведьмачества у нас. Потому что в Англии у них больше... Мало того, что ее топили, ей связывали руки, ноги и топили. Если она не утонула, ее тогда сжигали. В Украине? Нет. А в Украине у нас нет. У нас больше была политическая. То есть если как бы нужно было кого-то обвинить и свергнуть, то у него жинка-ведьма. Но вот таких вот исторических фактов сжигания или там убивания у нас не за... Ну, в Европе, скажем так, это тоже было больше в политическом плане. И сексуальный подтекст там. Конкуренция врачей, церковь и так далее. То есть там тоже это не всегда однозначно. Генопфонд порушился в Европе за счет того, что ушли красивых женщин. Красивых женщин. У нас они, слава богу, остались. Нет, там тоже есть. Я, кстати, все говорят, что они ушли. Я специально пронаблюдала несколько раз и посмотрела, что есть у них нормальные женщины. Конечно. Знаете, сколько туда наших зашло? Не-не-не, не нашли. Все, что, столько. Все видно. Там итальянцы есть. И шведы красивые девки есть. Прежде чем начинать заниматься, прежде чем начинать заниматься, нам нужно выстроить алгоритм, с чего нам начинать и как нам вообще быть. потому что, когда вы начинаете свой путь, вы должны начинать со следующих действий. Первое, с чего вы будете начинать, это чистка. Ну и, к чему мы будем учиться. Так называемая чистка. Чистка от негативных энергий, как сейчас люди говорят, да? Чистка от разного рода программ, которые есть у вас лично и в вашем роду в том числе. Поэтому чистка будет в первую очередь личная, то есть у вас сын. Второе, вашего окружения, ваших близких. Ну и третье, это место обитания. То есть ваш дом, квартира, офис. Следующий момент, следующий момент, который мы тоже будем рассматривать на курсе, это защита. Ну, все так же, по тем же самым пунктам. Пусть личная, близкие, и место обитания. только после этого можно будет задумываться о том, чтобы работать с другими людьми, то есть принимать других людей, посторонних людей. для того, чтобы не навредить ни самому себе, ни этим самым людям. Поэтому определенный процесс. Ну, еще так, по касательной пройдемся насчет привлечения удачи, привлечения денег, привлечения партнеров, нужных. А не так придется. Потому что в народе, в принципе, ритуалы существовали для всего. В общем-то, ритуальным действием была практически вся жизнь. То есть, человек рождался ритуально. Роды, это был своего рода ритуал принятия родов. Там же тоже было очень много всяких нюансов. Как правильно принять ребенка на свет. Даже не с того, начиная с того, как ребенка зачать. В какое время, в каком месте лучше его зачать. И так далее. Как его выносить правильно, чтобы ребенок родился и прожил счастливую жизнь. Проводы в армию, брак, смерть, то есть, все это был царь то. Вплоть до того, что приготовление пищи. Это тоже своего рода царь то, который сожгнулся. Многие вещи, они как бы утрачены. Многие вещи остались, но непонятно зачем. Вот, к примеру, такая вещь. На проводах в армию мужчине, парню, его мать, либо его старшая сестра завязывает платок при нем и дарит ему платок. И он идет с этим платком в армию. Потом, когда он приходит из армии, у него на глазах этот платок развязан. на узел на самом деле мысли форма там тоже должна присутствовать, потому что это делается с определенными словами. На самом деле здесь немножко иначе. Есть такой синдром афганский, чеченский, донбасский и так далее. Когда человек приходит он видел много крови, он видел много нехороших вещей и ему тяжело перестроиться. Так вот, когда он уходит, его к этому готовят и завязывают. В конце этих приготовлений завязывают этот узел и все. И он понимает, что вот он уже там, он уже в этом узле. Он уже идет на войну. Когда он приходит, при нем развязывают этот узел и он понимает, что он вернулся домой, у него переключается психика. То есть работа с разного рода состоянием. Состояние войны, состояние мира. В случае у человека не возникало вот этих вот самых синдромов. То есть он потом не бегал за женой с топором, ему не снились кошмары. Ну, как бы, для того, чтобы не снились кошмары, к примеру, у того же самого запорожского казачества была традиция хождения по углу. То есть отвязывание мертвяков. Когда проходили по углям и отвязывали все то, что могло нацепляться. Причем младшая часть казачества проходилась по углям, старшая часть проходилась через стену угля. первое, с чего мы будем начинать, с чего мы будем начинать, именно в практической части это заговоры. заговоры. Либо так, чтобы объединенно все, все, и заговоры, и наговоры, и шепотки, все это совершенно разные вещи. Можем определить это как сила слова. Сила слова. Которая тоже имеет определенные законы. Имеет определенные законы. В общем-то, вот эта самая народная магия, она везде немножко отличалась. В каждом регионе она немножко отличается. Но если взять, к примеру, территорию, на которой мы живем, территорию современной Украины, проявление вот этой самой мысли формы, оно получалось через слово. Получалось через заговоры. В общем-то, одна из версий названия славян, почему славян называют славян, это как раз вариант того, что это люди, которые владеют словом. Люди, которые через слово способны общаться с миром. Через слово способны творить чудеса. То есть через слово способны магичить. Есть версия, что язычники оттуда язык. Возможно, 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 тоже. Поэтому именно на этой территории в большей степени было именно работа через слово. если брать какие-нибудь скандинавские страны, Прибалтику, там шла работа через написание, через начертание, то есть руны. При этом руны существуют скандинавские, руны существуют английские, руны существуют литовские. и еще много. То есть все побережье северных моря, они все имели определенные рунические формы. Если брать все тех же англичан, то там еще была такая вещь, как даже не знаю, как это назвать, магия эквилибристики, что ли, когда проговаривание еще сопровождалось определенным движением. Но это уже не раз. Мы будем работать именно с словом. Если взять заговор, любой заговор это проявление мысли формы. То есть это когда человек мыслит и проговаривает то, что он мыслит. Либо проговаривает и в то же время видит то, что он проговаривает. То есть работает с этой так называемой миской формы. Заговоры имеют свою структуру. Имеют свою структуру. Заговор имеет почин. имеет почин зачем и тело очень зачем почин у зачем и тело подождите писать я же не сказал как вы думаете где что сначала зачем потом тело потом почин в общем-то граждане которые называются филологами они верят что зачем и почин это одно и то же филология у нас советском союзе развивалась поэтому как бы верить они другого и не могли но починешь это начало но если вы понимаете украинскую мову або белорусскую мову то для вас не будет загадкой что такое почин что такое зачин потому что украинская мова почин это с чего начинают а зачин это чем начинают вот и все знание языка исконного на почин вперед а когда почив почив это же помер уже это уже конец закрывают я оттуда думала почему что туда относится это такая вводная часть вводная часть заговора обычно туда относится обращение к определенным силам то есть указывается к кому вы обращаетесь в первую очередь указывается кто обращается либо для кого обращаются то есть указывается участник заговора возможно и слово заговор тоже отсюда заговор между определенными участниками определенными силами человеком в теле в теле указывается запрос то есть что должно исполниться указывается кто это будет исполнять еще раз указывается как это будет исполниться указывается как это будет исполниться ну а зачем 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 идет оговорка насчет оплаты кто что кто что получит в результате иногда обещание взятия на себя обязательств это не обязательно но указывается ну и финальная финальный закреп так называемые закрытия если вы какие-то заговоры читали обращали внимание что там в конце есть проговариваются какие некие замки да замки мое слово будет крепко как камень алатырь рот замок ключ и цик и так далее разного народа разного народа разного народа да будет так это такое слабенькое да будет так вот ну и в принципе в принципе вот такая вот ступень но все не так просто потому что потому что заговоров даже в интернете очень много книжек напечатано тоже много но не всегда работают ну да а чаще всего и не работают в том числе вообще рекомендуется ну или свой можно придумать ну это само само об этом очень много есть определенные условия для того чтобы заговор работу первое условие возможно возможно самое трудное возможно самое трудное возможно самое трудное называется правда это значит что человек который работает с заговором не имеет право брать вообще вообще в заговоре или по всей жизни в жизни что мы это и делаем при этом он не имеет право брать другим людям но это еще так себе это еще просто не брать другим что можно где то промолчать можно где то а промолчить это же не врать конечно это просто промолчить не договорить не договорить это уже лукавство это уже можно тем которые были здесь с левой кожи а самое сложное это не врать себе Следующий момент, который, в принципе, вытекает же отчасти из первого, это взятие на себя определенных обетов и залог. И самое страшное – это их исполнение. Что такое обед, что такое зарог? Знаете, чем они отличаются? Обед – это обещание что-то делать. Дай мне Божье, я тогда вот церковь тебе поставлю. Свечу поставлю, да? Свечу поставлю, как минимум. Если взял обед и не выполнил, ну, с тобой не буду после этого работать. Можешь туда уже больше не звонить. Туда уже можешь не обращаться. Следующий момент – это взятие зарогов. Зарог – это обещание чего-то мне делать. То есть, когда вы обещаете чего-то мне делать. Ну, это все о том же, все о той же плане, скажем так. Следующий момент, следующий момент, тоже такой, чисто технический. Это открытое горло. Что-то имеется в виду? Что имеется в виду? Горло, горло. Какая-то там чакра эта, не помню какая. Кто знает какая. Пятая, да? За что она отвечает? Ну, по-разному. Обычно за речь, за донесение информации. За речь, за донесение информации, страхи. Искусство. Что имеется в виду? Когда вы начинаете читать какой-то заговор, вы должны его помнить наизусть. И он должен лицать, как, как музыка. Середина. То есть, из души лицать. Если у вас закрытое горло, если вы слова не можете произнести в присутствии другого человека, то о каких заговорах может идти? То есть, если вы элементарно стесняетесь. Кроме того, это все еще о той же самой чистке и защите от личной. То есть, человек, у которого много личных, там, скажем так, психологических зажимов, ему тяжело с этим работать. Каким образом это устранялось? Такая вещь, как элементарное пение. Когда вы пели в последний раз самостоятельно? Вчера. Сегодня утром. Обычайно. Отлично. В караоке. А нет, просто ходила, что-то делала и пела. Вот это тот момент, который, в принципе, сопровождался, раньше любое дело сопровождалось пение. Люди пели, когда что-то делали по дому. Люди пели в поле. Люди пели после ужина. Я, к примеру, заставу еще у нас в семье было, что после того, как поужинали, бабушки, у нее было 5 детей, и вот все садились, все пели песни. Люди пели на войне. Люди по песне узнавали друг друга. То, от чего, что сейчас, скажем так, проявлено в меньшей степени, и люди не знают, что это тоже определенного рода язык. И, как сказать? Передача информации. Передача информации. Возможность узнавать своих. Для примера, песня, которую вы хорошо все знаете, «Наш национальный дуб». Откуда он взялся? Песня, по которой узнавали друг друга в 19 веке борцы за независимостью. То есть, человек, который встречал, для того, чтобы узнать друг друга, он мог начать петь песню, а продолжает уже песню следующую. Ну, и наспивывающую песню, когда он читал описание одного из... В общем, по Харькову ехал и наспивывал песню. И вот узнавание друг друга только за счет того, что человек откликнулся на песню. Подобное было у казаков. Казаки, когда шли в бой, они в бою, у них была мгычка, у них была определенная песня. Ну, песня не со словами, а песня, скажем так, ну, само слово мгычка, я думаю, говорит она так. То есть, определенная интонация. И вот, определенный шум создавался в каждом подразделении свой. Человек, потерявшись, где-то отстав от своего десятка, он мог свою десятку, свою сотню найти, просто на слух. Услышав, что вот там вот та песня, наша песня, он туда быстренько догонял своих. Ну и, в общем, много таких моментов. Открытое горло. Ну и следующее, следующее, это эти самые мыслеформа, мысленность. Чем мыслеформа отличается, хорошо, чем мыслительный процесс отличается от думательного процесса? Думательный – это просто психический такой процесс, а мыслительный – это какое-то понимание еще приходит человеку в процессе. Это определенные картинки в голове, это когда вы мыслите, у вас как бы разыгрывается определенный сюжет, кино в голове. Вот когда вы читаете заговор и вы видите то, что вы читаете, вот это называется вынесение мыслеобраза. Ну, его можно оправдываться. Вот это вынесение того способа. Это вынесение готового результата, да? Ну, нет, полностью весь сценарий. Ну да, процесс. Вам в детстве сказки читали? Угу. Вот когда вам читали сказки, у большинства из вас фантазия работала на полную. И вы все это прекрасно видели. Правда? Угу. То есть все, что вам рассказывали, вы это все видели лучше, чем в любом мультике. То, что современные дети могут потерять категорически. Потому что сейчас все воспитание очень часто заканчивается мультипликацией. Мультик поставил ребенку на ночь, он смотрит, в голове ничего не происходит, он засыпает. То есть никакой мысли формы не происходит. Опять же, в сказках очень много чего зашифровано. И, в принципе, описание сказок наших, оно очень похоже на описание шаманских путешествий. Это неистоя с Насокова, да? Да, в принципе, вы любую сказку возьмите. Из того, что я люблю в этом плане, как пример приводить, это... Еще раз, описание сказок это описание... В шаманских путешествиях. А, в шаманских. Это где-то на уровне подсознания, где-то на уровне наших архетипов мы сказку воспринимаем. Потому что она заложена и так у ребенка. Вот из того, что люблю как пример приводить, это взять того же самого категорошку. Вот, обычная сказка. В принципе, абсолютно нелогичная. Куда-то пошел, кого-то убил, зачем-то куда-то спустился. Ну, там есть такой момент, что борьба со змеями, во-первых. Вы, если возьмете любую культуру, в любой культуре, либо любое первое шаманское путешествие, описание первого шаманского путешествия. И там будет похожий сюжет, когда человек погружается куда-то вниз, куда-то в нижний мир и борется со змеями. Борется со змеями, то есть борется со собственными страхами, собственными какими-то нерешительностью. Гипноз нашими. А? Гипноз уже нашими. Это больше блоки, скорее всего. Больше блоки, страхи. Да, больше блоки, страхи. То, что не дает двигаться вперед, развиваться. Или сам один. При этом, опять же, чем больше ты рубишь голову этому самому змею, больше у этого змея голову отрастает. Боками с ним найдешь универсальный способ, чтобы их прижигать. Ну, это уже нужно поискать. То есть должен заговор подкрепляться, сюжет подкрепляться мыслеформой. Что это дает? Это дает вам нужное состояние, нужный настрой. Вы настраиваетесь на то самое состояние, на которое был настроен человек, который этот заговор когда-то придумал, который когда-то его открыл. Вы настраиваете человека на нужное состояние. Он так же настраивается на то состояние, в котором он сможет себе же помочь. Ну и это, скажем так, визуализация. Современные уже, современные эзотерические методы. Заговор только наизусть, да? Заговор, да, читается только наизусть. Если вы его читаете наизусть, то здесь, опять же, самое важное будет тот момент, о котором я говорил. Последний. Чтобы вы видели картинку. И там уже даже если вы собьетесь и немножко скажете слово иначе, в принципе, это не так критично. Главное, чтобы вы понимали и видели то, что вы говорите. То есть, чтобы вы с этим образом могли работать. Вот таких вот четыре условия. Все очень просто. Почему это все? А может, это вопрос? Да. По видовству и по ведьмасту. То есть, если вот в видовстве я знаю, что я делаю, и это приводит к какой-то силе, то ведьмасту, я сейчас конкретно в контексте заговора говорю, то в ведьмасте, получается, сила добавляет вот этот дрова в огонь, да? И он уже там начинает дополнительно что-то видеть, перезагрузировать. Да. Там, скорее всего, не будут работать с заговором. Там работают на эмоциях. То есть, человек эмоционального посыла достаточно для того, чтобы кому-то навредить, либо кого-то увлечить. То есть, это, что в спину сказанное проклятие, это уже цель для человека, да? Там уже слова не имеют такого значения. Вот уже общение с вот этой самой силой, с которой он живет, с которой он взаимодействует. И вот, а эти силы, они больше понимают эмоциональный посыл лучше, чем какие-то слова. Ну, они больше вообще понимают, если ты концентрируешься на человеке, если ты конкретно работаешь, то они же должны понимать, с чем и что они должны, какая их миссия с чем. То есть, получается, им родовой подселенец помогает во всем, да? Ну да. Не надо обзывать его так, он помощника не подселенец. Не, ну как бы ты сказал, так и подарила. Вдруг, да. Ну тут, пожалуйста. По сути, да. По сути, это подселенец. По сути, это подселенец. По сути, это бес. Ну, если вы говорите церковным языком, то да. Это бес. Если вы боитесь бесов, то какого беса вы сюда пришли? Это немножко курс такой, что здесь рано или поздно вы сможете с этим столкнуться. Дело в том, что когда человек его получает, у него начинает меняться психика. Немножко. Сначала немного, потом конкретно. То есть, она приходит в состояние, близкое к состоянию его предков. У него размывается понятие добра и зла. Оно у него совершенно отличается от общепринятых, скажем так. В каждую эпоху, да? В каждую эпоху. Да, в общепринятых каждую эпоху. У него оно где-то падает до первобытного уровня. То есть, хорошо и плохо – это его личная позиция. Ему лучше бы хорошо, либо плохо. Остальные? Остальные, ну как-то, как хотите. Остальные – это уже его личные отношения. Если это свой человек, то имеет значение – хорошо, либо плохо. Если это чужой человек, то как-то без разницы. Да. Еще вопросик. А может быть комбинация ведичества и ведовства? Да, помню почему. Потому что ты же можешь владеть силой и мыслью формой. без разницы. Может, но тут такой момент, что да, если человека изначально готовят, его обучают с детства, что очень большая редкость, а потом передают силу и он уже понимает, что с этой силой делает. Чаще всего, силу передают, человек не понимает, что с этой силой делает. Чаще всего получается так. Потому что, ну, на самом деле, вот этих передач, их не так много, как нам сейчас многие показывают в интернете. Сейчас кого не возьми, кажутся родовая бабка, потомственный колдун и так далее. На самом деле, это довольно-таки большая редкость, потому что тех, кто уходил, они очень многие не передали. Вот был долгий советский период, когда люди умирали, умирали в муках и без возможности кому-то что-то передать. Опять же, человек, которому должны передать, он-то видит, как его родственник живет. И он не всегда хочет так жить. То есть, он не всегда хочет принимать. Потому что это очень большая нагрузка. Он уже за все платит. Понимаете? То есть, ты будешь зависим от этих сил, так же, как и имеете. И тебе придется, не знаю, принимать людей, например, на всю жизнь. Попробуй только от этого избавиться. Практически не возьми. Вот. Ну, в общем, вот такого плана. Ну, работа с силами, то, в принципе, к ведовству тоже может быть, да? Да. То, что касается ведовства, там тоже идет определенная работа с силами. Ну, скажем так, с силами общедоступными, со стихиями, с силами природы. Помните? Я спросил ясенью. Я спросил. Делаем обиваю. Да. И так далее. И пошел с деревьями разговаривать. Вот. То есть, человек, да, точно так же приходит к общению, но там нет взаимной зависимости. Это такое деловое, деловое слое. Отководки. Да. Такое. Вместе что-то сделали, ну и разбежались. Каждый получил то, что хотел, и разбежались. А здесь получается так, что в ведьмачестве на всю жизнь. И, ну, в некоторых сказках, либо так сказать, в былинах описано вплоть до того, что этим самым силам давали самые разнообразные задания, невозможные только для того, чтобы от них отбавиться. Вернее, чтобы их чем-то занять. Чтобы они не занимали человека. Ну, там, к примеру, плести из песка веревки. Задача. Вот, пока вы не сплетете веревки, меня не трогайте. И они пошли сплетать веревки. Посчитать все звезды. Волосы на голове. Да, волосы на голове и так далее. В общем, вот такого планка. Задание для того, чтобы человеку хотя бы дать отдохнуть. какое-то время. В общем-то, начало получится. Ну, а теперь идем дальше. Почин есть, да? Почин есть. Почин есть. Давайте сделаем пятиминутный перерыв. Почин есть. Почин есть. Почин есть. Почин есть. Почин есть. Почин есть.